Батюшка, благословите! Бог благословит! Спаси Христос! Игумен Кирилл Сахаров. Настоятель церкви святителя Николы на Берсеневке в Москве. Кандидат богословия. Член Совета Союза Православных Братств и один из его духовников. Член Союза Писателей России. Имеет церковные награды. Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Крест с украшениями и Орден Святого Благоверного Князя Александра Невского. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира. Русская Православная Зарубежная Церковь и Старобрядческая Метрополия. Грамоты. Хотел с вами поговорить по поводу Игнатия Тихоновича Лапкина. Ваше первое знакомство и какое он впечатление на вас произвел. Какие последствия этого знакомства? Может быть что-то для себя почерпнули? Знакомство произошло в Москве. И я пригласил его посетить Донской монастырь. Это у нас где-то в начале 90-х годов. И тогда еще в монастыре действовал только Малый Собор. И он там был на богослужении. А после богослужения, поскольку не было места, где мы могли собраться, я имею в виду себя и группу наших прихожан, то я пригласил его спуститься в котельную этого храма. Вот. И такая была картина. Она мне очень запомнилась. Значит, котельная, внизу углубление, где собрались наши прихожане, или тогда еще не прихожане, а члены кружка духовного просвещения, которые я вел в Даниловом монастыре. Достали, как обычно, блокнотики. Так сказать, послушаем интересного человека. Тогда и сейчас мы это практиковали. И вот возвышается над находящимися внизу Игнатий Тихонович, напоминающий одного из ветхозаветных пророков. И начинает гром и молнии, так сказать, испускать. И что же он говорил? О том, что как вы вели себя в храме, кто разговаривал, кто ходил, конкретно на кого-то указывал, зачем мы пришли в храм, разве так ведут себя в храме, и так далее, и тому подобное. Кто-то уже стал схлипывать. То есть он пронял, так сказать, до мозга костей своим словом. И вот это запомнилось. И вот такое бесстрашие, прямолинейность, невзирая на лица. Ну, с того момента началось наше знакомство. Сразу актуальные темы возникли в поле нашего зрения, нашего общения, в частности, русский язык, богослужения, за что он ратовал и сейчас ратует. Я в этом плане занимаю такую среднюю позицию. То есть я признаю, что есть в нашем богослужении, поскольку оно как бы собой являет несколько пластов временных по текстам. Есть тексты более близкие к нашему времени, написанные по-церковно-славянски, допустим, служба преподобному Серафиму Саровскому. А есть, допустим, каноны, переведенные с греческого, каноны на двумя десятые праздники. Богоявления, например. И там, конечно, есть сложные места, отдельные непонятные термины, обороты. Но я никогда не был против того, чтобы на славянской основе, но на более понятном уровне это все как-то привести. Вот. Он ссылался на то, что вот авторитетный перевод синодальный четыре духовных академии над ним работали. Между тем, не все на мой взгляд, не только на мой взгляд безупречно в этом переводе, хотя бы потому, что они брали за основу, допустим, при переводе Ветхого Завета еврейский вариант, оригинал, а не септуагенту. И поэтому есть отсюда проблемы для восприятия. Недавно, в последние годы, один из старобрядцев, профессор Муравьев, перевел Евангелие, в частности от Луки, на русский язык, и он отметил, что есть некоторые иногда существенные отличия в его переводе на русский язык от перевода синодального. Потом была поездка, поездка на Алтай, в Потеряевку, город Солнце на Алтае, как я это назвал, а под заголовок моей статьи о посещении Потеряевки, исходя из того, что я видел фильм Златоуст из Потеряевки, так и называется в гостях у Златоуста из Потеряевки Игнатия Тихоновича Лапкина. Познакомился с этой деревней, которая начала возрождаться с начала 90-х годов, 91-го года. Это родная деревня Лапкиных переселенцев из глубинки России может быть в Солыпинское время. Одна из 300 деревень, которые были признаны неперспективными и ликвидированы. Это, конечно, был русофобский такой проект в итоге такое обнажение от людского присутствия огромных пространств России. Он с братом отцом Иакимом приехал на место, где была раньше деревня, где прошло его детство. Разбили палатку. До этого там действовал детский лагерь Стан в течение ряда лет. И началось возрождение деревни. церковь, школа, хозяйство. Стали селиться люди, детей. Дети стали появляться в большом количестве. А рядом деревня, где все продолжало угасать. Вот такой пример, как можно на христианской основе, духовной закваске, как фундаменте возрождать все строение, которое базируется на этом фундаменте. Конечно, это был незабываемый пример для меня. Многое я заимствовал, многое мне запомнилось. Буду подглядывать свою книгу. Во главу поставили молитву, изучение священного писания. И конечно, такие случаи, когда отец Яким рассказывал, приехал священник с Украины для того, чтобы там где-то служить на Алтае. И состоялся такой примечательный разговор между ним и отцом Якимом. Он показывает ему Библию, или тот обратил внимание на нее и спрашивает, а я каце книга? Библия, Библия. А что, никогда ее не читал? Ни Николы, никогда. Вот. А зачем приехала с Украины? Гроши заработы. Конечно, такой подход совершенно был неприемлем для Лапкиных. они стали ратовать возвращение каноническим устоям, в частности, погружательному крещению, исполнение канонических норм, которые по его подсчету там больше своей половины или полностью, или часто нарушаются. очень важно воспитание детей, трудовое воспитание, когда человек утром рано встанет, пробежится, как говорится, поросе, тогда у него и завтрак, на завтраке аппетит, и все в руках спорится, и потом он подчеркивал, что воспитание детей должно быть все по-серьезному, что лидер должен быть беспощаден, в смысле не потакать и не сюсюкать, и чтобы дети чувствовали неотвратимость наказания за какой-то свой негативный поступок. Были установлены общие такие рамки, в которых дети могут себя вольготно чувствовать, но выход за эти рамки конечно пресекался. Наказания были символическими, болтает много, щепку в зубы, чтобы немножко жил себя там пробежаться, но в крайнем случае могут без обеда оставить. Есть еще горяченькие, когда не рукой, чтобы не было ассоциации с личностью наказывающего, а с помощью там сеточки так сказать привести в чувство, потому что по словам Игнатия Тихоновича уши у детей на спине и даже так сказать еще в одном месте, то есть они пока не ощутят такого физического воздействия, то слова могут быть бесполезны. Когда один ребенок был привезен, такой недоросль матерью в лагере Игнатия Лапкина, то мать не могла с ним справиться, он не реагировал ни на какие ее призывы, а когда Игнатия Тихоновича привел чувства, тогда он по первому уже сигналу матери так сказать набежал, так сказать с ног чуть не валился, чтобы предстать перед ней и услышать ее какое-то распоряжение или просьбу. Да, много я почерпнул, когда побывал в этом лагере это для меня было с большой пользой. Молитва регулярная в лагере и часто своими словами. Ну, честно говоря, на меня это особенно не произвело впечатление, тем не менее, я признаю важность такой молитвы, еще писал святитель Феофан Затворник о том, что Богу приятно, приятен наш детский лепет и в лагере это все практиковалось. Постоянный контакт со священником, ежедневное чтение Евангелия с его разбором. Несколько стихов берется, потом идет подробный разбор, но я хочу сказать, что значение Игнатия Тихоновича как пробудителя православного людо в плане большего внимания к Слову Божию, оно имело, конечно, огромное значение и его книги открытым оком несколько десятков сборников, где он разбирает библейские стихи, дает свой комментарий и обязательно заканчивает стихотворением. Конечно, потрясающая личность, самородок, несомненно, русский, которому чуждо такое ратование там за материальное благо, он выше всего этого, и как один священник рассказывал, такая сцена в Киеве, где-то в районе Андреевской горки, там находился Игнатий Тихонович, и как всегда проповедовал людям. Мы вот как правило, сами не заговариваем, едем в такси, задают вопросы, отвечаешь, памятуя слова спасителя, не мечите бисера перед свиньями, сами не навязываемся, но когда вопрос задается, то стараемся как-то на него максимально полно ответить. Игнатий Тихонович сам инициировал это общение, эти разговоры, и вот значит он проповедует, идет поток экскурсии иностранцев, проходит английская группа и говорит, какой же бедный этот русский, ну надет так скромно, всегда был, сапоги у него кирзовые, как правило, а он им говорит по-английски, а у нас у русских, у православных, материальное подчинено духовному, у нас акцент на духовном, и дальше по-английски развивает вот эту мысль, так было с немецкой и по-моему итальянской делегацией, и со всеми он проговорил вот на их языке, вот тоже не применил воспользоваться тем, чтобы слово Божия и до их слуха донести. Очень близко все к природе, наблюдение за жизнью животных, птиц, все это комментируется, иногда он вдруг запоет, будучи восхищен природой, мирозданием Божьим, так сказать, у него польется песнь или стих какой-то, тоже это все удивительно, и часто бывает вечером какой-нибудь духовный концерт у костра, под гитару, с какими-то духовными стихами, конечно, очень напоминающими баптистские протестантские песнопения на русском языке, и даже светские песни бывают с таким приличным содержанием, которое тоже несет какую-то в себе идею, есть только мих, разве не есть духовное, так сказать, содержание в этом песнопении, за него и держись, есть только мих, никаких возрастных ограничений, ко всем, от мало до велика детям, очень серьезное отношение, и еще поразительная вещь, полная независимость от государственного бюджета, и к слову сказать, ни одного несчастного случая за десятилетия существования этого лагеря Стана. Вот как это? Иначе, как Божьей помощью, а уже этот лагерь к моему приезду, он функционировал не много не мало, а целых 26 лет. Большое внимание уделяется внешнему виду, мужчина должен быть с бородой, рубашкой подпоясанной, он ссылается на то, что в Библии десятки раз упоминается о том, что мужчина должен быть припоясан. Женщина в сарафане, там даже указывается, что не менее 10 сантиметров от пола длина сарафана, замужняя женщина на богослужении в повойниках, строгое соблюдения постов, меня однажды сделало замечание, отец, ну что ты по старобрядчику крестись, вот так мельчишишь мелко, да, вот, и при этом иронизировал над моим трудовым мозолем, ну, в виде заметно выступающего живота, правда, это по причине диабета, но он говорил, что это все либо полености, изолености, или многоспания, это когда я говорил, что я мясо не ем, да, значит много спишь и так сказать леность присутствует, вот, более половины детей в лагере бесплатно вообще находятся, ну, представьте себе домашняя пища, полоко, без всяких, так сказать, искусственных добавок, и он с гордостью говорил, вот растет сильная и свободная русская нация, да, в центре внимание сам человек, вот, лицом к лицу, душа в душу, что это главное, вот, человек, все внимание, все воспитание должно быть на него, можно искорку, искорку в человеке поддержать, а можно угасить, но дальше, что будет в итоге, ведомо Богу, ну, это по апостолу, что мы поливали, взращивали, а все-таки итог зависит от Бога, Игнатий очень принципиален, допустим, в вопросе о службе в армии, что должен каждый дать долг Родине, ну, много говорили о текущих событиях, от текущих, значит, таких, как Чечня, Афганистан, по словам Игнатия, это была авантюра, вот запомнились такие его духовные гимны, в край родной неземной от обмана мирской суеты я иду и приду к незакатному солнцу любви, и так далее, и так далее. Про языки я уже говорил, он в этом плане полиглот, выучил немецкий, немцы принимали его за собой, за своего, без акцента, что касается Прибалтики, то он упрекал русских там живущих, что они, в общем-то, должны изучить местные языки, так нельзя, в общем-то, живя среди народа, который их приютил, и тоже выучил латышский язык всего лишь за полтора месяца. Вообще, его был девиз такой, учиться, учиться и учиться. По-моему, это кто-то еще сказал из известных классиков. Как он их изучал? Он рассказывал, что я спал с наушниками. И совершенно другое отношение к тех же латышей, которые недавно заявили о том, что надо бы нашего посла выслать российского, и он выучил язык, нашел с ними общий язык, они его любили, потому что он говорил на их языке. Интересно характеристики политических деятелей, естественно, это было интересно от него услышать, от такого человека масштабного. Но запомнилась его слова Горбачеве, что особенно Горбачев его поразил тем, что всех обвел, так сказать, вокруг пальца, и такую огромную страну, такой колосс смог, так сказать, как-то разрушить в конечном счете. Ну, его, конечно, не сам результат его деятельности восхищает, а то, что он, так сказать, так вот смог с помощью таких вот своих каких-то хитростей довести дело до такого печального конца. А в отношении армии, вот сегодня, например, я могу сказать, он всем говорит, что служить если призовут надо, но пишите по альтернативной основе, как верующие, и мы пишем все заявления, что мы не будем подносить снаряды, не будем убивать, готовы носить с поли более раненых, готовить что-то, управлять автомобилем, но поверь, не имеем права убивать. А остальное, и вот сейчас тоже идет набор, и у нас братья, они все с этими заявлениями, у меня тоже оно лежит в военкомате, на альтернативное слове, как верующие, мы не можем убивать, душу свою положит за други свои, а не чужую вытряхнет. Все это написано и со ссылками на Слово Божие, и на Конституцию, и на каноны. Понятно ваша позиция, но это лучше, чем такое бегство уже до миллиона человек, которые шли за границу, уклоняясь от армейской службы. Вот важные слова Игнатия на основании его опыта, конечно, о том, что такое тюрьма. позапрошлом году я видел ту тюрьму, где он находился на окраине Барнаула. Установка такая была, идя в тюрьму, считай, что ты умер. Без такой установки ты не выдержишь. Рассказывал там, какие были случаи, там избивали, убивали. Такой был случай, когда пришел проверяющий и услышал разговоры, уже после отбоя. Спрашивает, кто говорил, кто разговаривал. Все молчат. Взял какую-то железку, разбил стекла, а была уже зима, очень холодно, и наутро несколько трупов замерзших. Вот такие тюремные будни, тюремные случаи в тюрьме. Мы несем поругание за незнание Евангелия, цитирую Игнатия Тихоновича. Нет ничего красивее и величественнее православия, но мы скрываем эту ценность под спудом. Мы не являем его миру. Там вспоминается случай, когда приехала комиссия из, часто приезжали из Барнаула во главе с главным коммунистом Алтая, как они там лагерь по всем косточкам разбирали. Но Игнатий был непреклонен как Авакум обличал коммунистов за их дела и говорил так, сейчас у власти те же коммунисты, только перекрасившиеся. А вообще в советский период не заложили фундамента стержня, пала стена коммунистическая и все развалилось. когда они говорят, говорили, что это молодые демократы, демократы, вот, а он обличал коммунистов. Это ваше наследие, пожинаются плоды вашего господства. В отношении спуда я хотел бы сказать пару слов, чтобы вы сказали, потому что церковнославянский, я к нему сам, например, привык за эти годы, он везде на богослужении, но у них все песнопения там в Потеряевке и в Барнауле, они поются на церковнославянском, многое там в Салтыре и прочее на церковнославянском, но апостольские чтения и Евангелия читаются на русском, то есть у них совмещение, и благодаря этому те оглашенные, которые проходят в подготовку, и даже люди, которые уже вошли в церковь, они сразу же понимают смысл прочитанного, он им более ясен, потому что на церковнославянском даже со священниками, если сейчас мы возьмем апостольские какие-нибудь послания, я по-русски прочитаю, по синодальному переводу, а священник по-церковнославянски, и если он прям досконально не знает, что там, то я лучше объясню, имея какой-то уже опыт чтения, чем даже священник, а что говорить уже о прихожанах, вот насколько вот этот спут церковнославянский, он все-таки преградой стоит для того, чтобы человек услышал слово Божие, и оно его коснулось. сейчас все чаще можно встречать в Москве, особенно на окраинах, на русском языке, чтение апостола и Евангелия. Вот, но я бы так на эту большую тему сказал так, что, ну, хотя бы оставьте те известные тексты апостольские и понятные, которые читаются в Богородичные праздники на память преподобных, святителей, они абсолютно понятны. Но если читать, конечно, послание к римлянам в будние дни, когда у нас после пасхальный период, тогда, конечно, будет сложновато, что и говорить. Проблема есть, проблема есть, от этого отказываться, отрицать это невозможно. Вопрос о том, как выходить из положения, в каком объеме, каким образом. Но, для нашего прихода этот вопрос не стоит, стоять, наверное, не будет, я думаю. Мы консерваторы до мозга костей, вот, у нас слово Божие, как вы видели, многие цитаты на русском языке развешаны от трапезной, вот, у нас ежедневная служба, где звучит и апостол, и Евангелие. Раньше было, сейчас немножко мы уже по разным причинам так не делаем, но читали главу из Евангелия, две главы из апостола, есть такая практика. Ну, и часто читаем толкование на Евангелие в трапезной. Вот интересно мое промежуточное заключение о личности Игнатия Тихоновича. Он совершенно выпадает из всех определений, не вписывается ни в какие рамки и не соответствует никаким ограничениям. Это явление неподвержденное, неподверженное, прошу прощения, никакой классификации, целый материк, феномен, человек с энциклопедическими знаниями. Для него идеал первохристианства, он строго выступает, это мы говорили, за хранение канонических норм церковной жизни, за благочинное поведение на службе. он страдает и возмущается тем, что священники мало учат. Народ вообще говорит, что главные виновники это учителя и священники. Священники то, что неправильный вход в церковь, без подготовки. Вот, я мечтаю получить большую аудиторию, где можно было бы систематически проговорить и закрепить письменно и раздать письменно в виде разных предметов церковной жизни в таком систематическом порядке. Ну, вот, видео, конечно, помогает выходить на большую аудиторию. Он считает, что слишком много проповедей уделяется внимания каким-то второстепенным аспектам. Какие-то случаи, какие-то чудеса, по его словам в центре проповеди благовестия должен быть Христос распятый и воскреший. Должна быть проповедь, прежде всего, это сердцевина о Христе распятым и воскрешем. Он бросается на абразуру, когда нужно кого-то защитить. даже одного из своих главных оппонентов, с которым у них в течение многих-многих лет шли такие трения, это бывший благочинный был Алтая, когда он попал в беду и на него клевету возводили, обвиняли в аморальных поступках, то Игнатьев встал на его защиту, хотя для него этот человек являлся олицетворением всех так сказать недостатков и компромиссов в московском патриархате. Может стоять в ограде церковной и плакать, дайте народу Евангелие, допустите народ Божий к Богу. И вот этот его зычный голос раздается в ограде, священники уже знают кто пришел. и реакция такая возникает милицию вызвать и так далее. Вот это явление когда священник десятилетиями по накатанной дорожке так сказать вот в этом идет русле занимается треба исполнения исполнением вот Слово Божие живая проповедь вот в этом плане нехватка этого. Но его труды колоссальные. Это сотни кассет Златоуст 12 томов это Библия с толкованием которое он изучал по 10 часов в сутки но и даже такие вот книги которые кстати не очень однозначно воспринимаются как архипелаг гулах служеницына. В то же время Игнатий это не теоретик это не какая-то неженка он начарается такого труда физического он прекрасный печник он отлично общается с глухонемыми на их язык на их языке когда я пытался подражать там на горизонте пастух я значит тоже какие-то знаки даю а Игнатий говорит слушай не то все каждый нюанс твоего движения артикуляции он имеет для глухонемого свой смысл поэтому не зная этого языка ты не сможешь донести то что ты хотел разные сцены вспоминаются такие теплые когда мы с Игнатием общались за ним ходил так сказать постоянно все записывал что ему очень импонировало такое внимательное отношение считает себя самым несчастным человеком потому что не слышит слово Божие в храмах на русском на русском языке да у него есть на что сослаться о том что этот барьер барьер для многих людей он очевиден непонятность хотя вот скажем когда ты в наше общение то такое неспешное чтение систематическое изучение богослужение совершенно приводит другим результатам но проблема есть что говорить для него священник который не проповедует это идол безгласный как он выражается но как известно община была в юрисдикции русской зарубежной церкви и были основания так поступить но когда Игнатий побывал в Америке увидел во-первых богатство этой страны и сказал что мы никогда не достигнем такого уровня и в то же время он сказал зарубежникам а у вас те же самые недостатки и пороки что и московской патриархии поэтому а чем вы отличаетесь если бы вы жили в 30-е годы вы были бы такими же угодниками советской власти это не ваша заслуга а воля божия что вы оказались зарубежом вот и зарубежникам досталось ну старобрядство тоже не жалует за их так сказать по его мнению чрезмерная чрезмерная приверженность к внешним формам вот то что называют обрядоверие что для них так сказать слово божие к сожалению не в центре внимания вот он сам из старобрядческой среды как известно его родители были старобрядцами бывая у нас он отмечал что слишком длинное богослужение хранит строго пост в этом плане он строго по букве так что еще конечно важно его оратование за возрождение погружательного крещения он составил прекрасное прекрасное такое пособие или так сказать сборничек где содержится более 130 свидетельств святоотеческих о необходимости погружения при крещении это очень важный труд и конечно же за это ему низкий поклон можно еще добавить 12 томам златоуста 12 томов житей святых и добротолюбия и он разобрал житие святых очень основательно и часто у него такие примеры из житий святых в его проповедях интересно вот такое его высказывание считаю что богослужением должна быть вся жизнь не могу свести молитву в рамки богослужения вот иду я по полю вижу птица поет я останавливаюсь и начинаю молиться славить бога своими словами или солнышко садится тоже повод для молитвы но в то же время он регулярно посещает храм исповедуется причащается такая картина начинается служба он уже стоит у дверей и горе тому кто опоздает вот он так сказать столкнется во входных дверях с Игнатием Тихоновичем в отношении перспектив объединения со старобрядцами интересный вопрос я ему задал есть ли какая хотя бы малая надежда на это он сказал так и тысячной доли нет вероятности что это может произойти но прощение мы должны просить за то что мы гнали их и пролили кровь это будет хотя бы разрядкой вот поэтому когда слышишь иногда такие высказывания но вот мол простили их что там они или пенятся не объединяются это люди по незнанию так говорят на самом деле все намного сложнее и поезд на мой взгляд давно уже ушел такие поверхностные рассуждения нужно знать эту среду для того чтобы так вот рассуждать легко ну достается всем и старобрядцам очень замкнуты обидчивы у них одна тема Никон такой-сякой служба в два раза длиннее чем в обычных храмах когда они поблизости то такие реплики вон уже Никоняне такие-сякие идут а мы еще молимся вот такое есть если взять то что вот он говорит и применить на деле старобрядцам перестать быть обидчивыми цепляться за обрядовую часть больше Библию изучать слово Божие с толкованием они же это делают просто может быть чуть-чуть сместить Никонианам нам новобрядцам действительно искренне попросить прощения я например не видел чтобы даже наш патриарх он попросил прощения Алексия слышал и Кирилла я не слышал чтобы они попросили прощения за это где-то какая-то вышла бумага что яко не бывшая но как-то не бывшая когда 300 лет такое было гонение и если вот то что Игнать Тихонович в чем он обличает люди бы исправились тогда возможно мы бы могли бы объединиться я бы не стал бы под откройности обличаясь старобрядцев вредоверии или буквоедствия потому что есть чин он должен строго полно ревностно истово исполняться вот ну допустим некоторые священники в этой среде старобрядцев Московского в лоне Московского патриархата могут допустим три поклона сделать с Иисусовой молитвой после текста основного после трапезы положено 12 ну мол буквоедство ладно неважно я с чувством произнес эти три раза Иисусова молитва достаточно нет дружок есть чин пожалуйста будь добр исполняй как положено можно далеко зайти и погружение буквоедства главное чтобы там водичка тебя капнула на голову и то и другое и третье буквоедство вот есть чин он должен строго исполняться а что касается прощения то я с ним тут солидарен да как минимум разрядка а иначе в отношениях после того как прощение будет выражено допустим на соборном уровне а так получается следующее два соседа подрались один другому набил синяки а потом приходит ну давай мол мириться давай так сказать а прощение где будет ли искренним это вот сближение после того что произошло так вот и здесь 300 лет так сказать с разными разной степени интенсивности шли гонения и есть множество фактов говорящие о том что представители официальной церкви духовенцы архиереи они так или иначе участвовали в этом или инициировали или так сказать подзуживали было такое факты можно эти все привести а там а там уж как бог даст в принципе это только чудо ими живи с судьбами у императора Николая II был план такой чтобы на канонической основе на той основе которая бы устраивала и старобрядцев как-то этот пагубный раскол урочевать но он не успел вот он не успел хотя много сделал я так понимаю он все-таки не говорит про это он же он же ревностно исполняет и все что касается канонов и все что касается заповедей и уставов церкви он говорил про такие вещи например как двуперстное треперстное крестное знамение предположим он приводит конкретно что одним перстом крестились приводит что элемент элемент ереси содержится и в двуперстном крестном знамени не в трёхперстном. Он говорит, самое правильное у католиков. Пять ран Христа это самое правильное. Божество не страдало на кресте, он говорит. Поэтому как ты можешь это и там, и там. Сам крестится двумя перстами. Но не запрещается у них и тремя креститься. Он вот про такие вещи говорил, которые канонически-то у нас не закреплены, но при этом старообрядцы как будто бы, когда видят, что ты тремя перстами перекрестился, ты для них уже не христианин, а кто-то непонятный. Тебя чуть ли не из храма могут выставить. Вот про такие вещи, я так понял, он говорит. Ну, двумя перстами имеет авторитет стоглава, как известно за собой. И всё-таки мы считаем его изначальным. И двумя перстами была ограждена клятвой не только на стоглаве, что можно трактовать как такое частное такое одной поместной церкви позиция, а известное решение стоглава о двумя перстами базировалось на древневизантийских источниках, документах там 12-го, 12-го ещё века. Вот это важно, важно знать. Как крестился преподобный Сергий? Лично для меня уже этого достаточно. Вот. Про Серафима тоже говорят Саровского, что он был по сути криппо-старообрядцам и гонения на него были настоятели монастыря, где он находился, именно этим обусловлены. Потому что, извините меня, вот первое, третье 19-го века ходить в полумантии с восьмиконечным медным крестом, которым мать его, так сказать, оградила, ему передала, и с лестовкой, это было немыслимо в то время. Поэтому есть основания, что было так, а потом уже это всё там житии переделали. Ну, такое есть. Это отдельный большой разговор. Интересно, что правящий архиерей Гадыка Гедеон Новосибирский, тогда Алтай входил в эту епархию, он, когда уходил с кафедры и прощался с духовенцем, он сказал так, что, ну, что-то типа лицемеры вы, вот, только один человек мне говорил правду в лицо, это Игнатий Лапкин, да, вот так было расставание. Это же большая любовь, когда обличаешь. Относительно крестного знамя, я тоже изучал, кто с кем-то из Старобреции, сейчас не помню, общался, у Златоуста, вот, я нахожу про четвёртый и про первый даже век, что выходили, один палец показывали, что Христос Рыгна, один Господь и крестились, то есть, одним тоже крестились было. Ну, я, например, за это не цепляюсь, я считаю старобрядцев братьями своими, по вере, для меня нет такого, что они какие-то не такие, например, вот лично я, Николай Астахов. Ну, они вас, брата, не назовут, хотя бы потому, что вы, если будете креститься, не двуперстно. когда Игнатий призывал Владыку быть миссионером, нести слово Божие в массы, так сказать, Владыка добродушно поглаживая живот, говорил, ну, куда мне Игнатий с таким брюхом? такие были у них интересные отношения. Фильмы, фильмы, Игнатий любитель большой фильмов, восхищается фильмами западного такого производства, есть, на его взгляд, довольно такие фильмы впечатляющие, Иуда Бен-Гурион, например, но для меня это, в общем-то, как-то не звучит, я не могу вот к этими коронизациям привыкнуть к игре в образ Христа, Богородицы, потом это как-то заслоняет и подлинный образ Христа, все-таки икона, древняя икона, она вот то, что в наибольшей степени нам свидетельствует, окно в горний мир, как говорится. В этом плане у Игнатия свое отношение, он не не любит такие иконы, как Спас Ярое Око или Богородица о таком очень строгом значит, исполнении, другое дело это когда там какие-то западные образцы, так сказать, но там все-таки живописный образ он не может передать духовную реалию, что там говорить. Все своими руками делает, его балерина это такая конструкция типа глубятни, там где он находится, там где у него книги, лежанка за занавеской от комаров, вот, и он там краткому отдыху придается и читает, там пишет, мне сказал, полюбился ты мне игумен, оставайся у нас. когда я выезжал, он чуть не прослезился, просил прощения, я же много терпел от него, вот я там был на общих основаниях, мне там тоже доставалось, вот, я много заимствовал, ровно сидеть за трапезой, вот, подносить ложку корток, поддерживая, поднося за ложкой кусочек хлеба, и так далее, и так далее. У них там еще в храме на входе такое правило поведения в храме, я в электронном виде могу вам тоже дать, может быть, вы разместите, я как-то был, я у вас не знаю, здесь я не видел, а в каком-то храме я был в центре Москвы, еще я не знал ни про Игнатия Тихоновича, ни про что, не знал, грубо говоря, только начинал вообще присматриваться к православию, я зашел в храм и увидел большой такой стенд, и написано правило поведения в храме, и ссылки, как бы Игнатий Тихонович, тоже на каноны, на Слово Божие, это так впечатляет человека, который только пришел, он понимает, здесь определенный порядок, здесь люди ревнуют о духовном, и там хорошие очень места выписаны. Прекрасно, у нас тоже есть нечто аналогичное, правда без ссылок, древнерусское правило поведения в храме, вот там все из разных источников, наиболее полный такой вариант, все суммировано, вот и до, как вести себя в храме. Но в этом плане, конечно, у нас много проблем, вот, вот я бываю на престольных праздниках ради интереса, обычно на раннюю литургию, хочу посетить, как посетил в советское время, тогда было немного храмов, где-то 46, 48, сейчас до 1000, много новопостроенных, к сожалению, вот эти вот болезни, недостатки, они переносятся и в новые храмы, что значит поведение в храме, ты пересыпил порог, все равно, что ты от земли на небо, в храме стоящий на небесе, стоять и мним, вот, все, никаких разговоров, никаких хождений, приходи заранее, покупай свечи, расставляй, займи свое место, у нас же вот возраст раздался на часах, часы это как бы не служба, да, это переходный, некий подготовительный момент к главному, к литургии, в это время ты пишешь записки, ставишь свечи, приветствуешь ранее пришедших в храм, ну, в итоге, вот такое все получается, вот, в этом плане он очень строг в отношении разговоров, хождения по храму, ну, и, конечно, торговле достается, 76, по-моему, правило, или 6-го Вселенского собора, да, 76 правило, запрещающее торговлю в храме, в ограде даже, даже, ну, даже написано в кладбище, и там тоже запрещено, ну, хотя бы, вот, чтобы было повсеместно, для начала, повсеместно, чтобы в главные моменты богослужения, чтобы этого не было, скажем, ну, Евангелие, само собой, от Херувимска до Святая Святым, 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 с Александром Менем, у него интервью есть, несколько, одно только сохранилось, я слушал, и недавно звонил ему, задавал вопросы по этому интервью, и он там ему говорит, я у вас тут, батюшка, был в храме, у вас два алтаря, он говорит, нет, у нас один алтарь, он говорит, нет, у вас два алтаря, церковная лавка и алтарь, он говорит, а, ну да, говорит, и во многих храмах до сих пор в Москве, я, например, могу сказать, вот, честь митрополита Филиппа удушенного, малюты из Куратова на проспекте Мира храм, там был один настоятель, сейчас поставили туда митрополита настоятелем другого, и молодой, вот сейчас, может быть, миссионерский отдел при Московской патриархии возглавит, островские фамилии его, Константин, Константин, да, так вот, когда идет молитва о святых, молитва за патриарха перед причастием, в этот момент выходит диакон с подносом, люди вместо того, чтобы износить молитву за патриарха, они начинают по кошелькам, да, на сугубой, это невероятное просто, то есть, это что я могу из этого сделать, вывод какой, мы за патриарха не молимся, он нам не нужен, а мы диаконом или кому там собираем деньги, на поднос, как это, я просто, у меня это не умещается, я туда не хожу, поэтому молиться, потому что, ну, для меня это не вмещается просто, я не понимаю, как это может быть. Ну, этот момент должен быть очень приглушенный в церкви, вот у нас только при подходе ко кресту, сбор пожертвований, только один раз при подходе ко кресту, вечером вообще нету, только когда большая служба праздничная, там у нас помазание на первом часе, в конце самые всеначные обдения, тогда бывает тоже сбор. А десятину отдают? Да, десятина у нас, да, есть специальный человек, который это все, не обязательно должна быть математическая десятина, это все-таки имеет такое духовное значение прежде всего. Надо стремиться к десятой части по совести, но люди разные, это все-таки какое-то подспорье. Но насчет того, что там малюта задушил Филиппа Святителя, это есть одна из версий. Есть другие версии, имеющие, так сказать, фактологию свою, аргументы, вот я придерживаюсь других версий, насчет этого. Это очень интересно, потом, может быть, обсудим тогда. Ряд книг вышел на эту тему, говорящие о том, что малюта ехал не душить святителя Филиппа, а за благословением, а те, кто не был заинтересован вот в этом как бы сближении с царем, они его, так сказать, и он приехал, когда уже шло отпевание. Ну, это отдельная большая тема. Интересно такой пассаж из нашего общения. Я, кстати говоря, еще отвлекусь, единственное, что меня покоробило в отношении с Геннадьем Тихоновичем, когда он брал у меня какое-то интервью, который был разговор, он его записал, диктофон, а у меня, как вот сейчас, видимо, после того, что я так опрометчиво открыл окно на ночь, у меня бывают проблемы с бронхами, с горлом, и тогда я начинаю немножко затрудняться в разговоре. У меня тогда такие слова-паразиты возникают, так сказать, да, вот, и вот все буквально, а это было записано на диктофон, а с диктофона на бумагу переложено, со всеми бесконечными, так сказать, и вот, но это, конечно, было излишне, все-таки минимальная литературная правка должна быть, вот, тем более от таких слов-паразитов, тем более, что Игнатий Тихонович такая манера, так сказать, наседает, ты начинаешь волноваться, как ответить, и это немножко заклинивает твою речь, вот, поэтому было неприятно мне видеть в одном из томов его многотомного собрания сочинений, вот, свое такое не приглаженное интервью с бесконечными, так сказать, и вот, и другими словами паразитами. Игнатий, кризис, говорю я ему, народ бедствует, зарплату не платит, 90-е годы, ответ, никакого кризиса не признаю, все есть под руками, воздух, вода, трудись, никакого кризиса, вот мы продукты запасли, дрова, никакого кризиса, нам нужны только соль и спички, все это выдумки, недоразумения, нытье, надо работать, все возможности есть, это все от нашей бездуховности, я спрашиваю, Игнатий, вы на массу работаете или на конкретного человека, у вас есть ключик к каждому человеку? Да, говорит, и к тебе я нашел ключик, ответил он. А вот отношение того, что он вам полностью документированно вашу речь изложил, это же с одной стороны это сделано как документальный и ничего не выкинуто, человек может наблюдать именно как вы отвечали, ничего не приукрасил, а вам это на пользу пошло то, что вам неприятно было это читать? Сейчас-то у вас речь чище гораздо? Безусловно, безусловно, но если хотите, да, педагогика, самая действенная педагогика, когда ты это очень на себе чувствуешь, физически и духовно, все остальное может скользить по поверхности, а когда вот тебя до мозга гасеет, что-то проймет, тогда уже ты старайся на будущее, все, я учел этот момент, вот там то или другое, больше такого не будет, буду за собой больше следить, да, да, такое есть, ну, да, в этом плане можно сказать, что, да, положительный момент есть. Когда человек бывает печальный, говорят, депрессия, а верующие говорят, уныние, а я отвечаю на это простым словом, для себя сам это вывел, причина плохо сделанной работе, плохо молишься, отсюда уныние, плохо работаешь, плохо встаешь, а почему? Вот мне говорит, у меня проблема десятилетиями со сном, значит, значит, что нужно, как бы, нагрузка, чтобы была нагрузка, чтобы ты пришел, как он, вот я, и вырубился, что называется. Когда хорошего сна нет, это мучение для человека, привыкание к всяким снотворным происходит, но, правда, вот у нас-то нагрузка больше такая, морального плана, вот, допустим, вчера день, как прошел, в 10 часов я поехал на круглый стол старобрядных приходов, в храм покрывал Рубцова, до притча-то там подходило, в 10 до 5 я там находился, в 7 часов. Приехал, занимался до, до, примерно, до часа ночи написанием статьи, потому что мой принцип такой, что по горячему надо все не откладывая, чтобы не было потери оперативности, прошло мероприятие, как Зюганов говорил, если не скажет, симпатичная дикторша о каком-то митинге или демонстрации, значит, ее и не было. Нет на письме в электронном виде информации о событии, все, оно как бы, вроде бы, как бы его и не было. Поэтому, до часа он, а потом не мог заснуть, потому что переполнен впечатлениями, это все работает, это все, так сказать, утром тоже просыпаешься, и как я заметил, утром бывают очень часто такие, по написанной статье накануне, приходят такие мысли, это надо подкорректировать, это надо убрать, а это надо добавить. Очень такое удивительное, четкое мышление рано утром. У меня говоришь, он говорил, во-первых, должно быть на душе спокойно, это слова Игнатия. Вечером можно просить прощения друг у друга, вот, и дальше ты, так сказать, здоровый сон, никаких мучений. Наблюдение за природой, очень интересное наблюдение, ласточки, там, допустим, как они себя ведут, о многом говорит. Выход один, вернуться к Евангелию, взять в руки эту божественную книгу, по которой мы будем судимы в последний день. Так, воспоминания детства, когда отец раскулаченный вспоминал, как это все происходило, как перебили хребет русскому крестьянину, бывал отец пришедший из войны без руки, он, как бы, сам собой начинал разговаривать, вспоминать все, а Игнатий все это слушал, питывал, и, так сказать, его в отношении коммунистов чувство негативное переполняло. как он себя готовил к испытаниям, закаливал себя возможным пыткам и прочее, прочее, прочее. И, обращаясь к обывателям и к завистникам, говорил, а вы сихами, а вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Еще интересно, как он страдал на больничном кресле на операции, он говорил, что меня без наркоза. И, вот, когда делали операцию, он в это время проповедовал без наркоза, дел молитвы, вот такой человек, вот такой человек. Но, в заключении о нем, на основании вот моей этой статьи, в первой книге воспоминаний, вот еще два таких момента. Мне говорят, что я подавляю волю детей, что свободы нет. Говорю, да, я подавляю волю, чтобы была воля Божия в детях, более старших. Ребенок это дикий осленок, пластилин. И что из него вырепи, что и будет на всю жизнь. Главное воспитать человеком, как Пирогов сказал. И масса всяких у него прибауток, типа умный думает, как выбраться из ямы, умный, а мудрый, как не попасть в нее. И таких прибауток у него десятки. Вот видно там? Это дети, вот мы с ним беседуем вечером. Видно, да? Я потом засниму фотографии. Вот опять дети, вот трудовые часы, в которых я принимаю участие. палатки богослужения еще было тогда? Нет, уже храм был. Уже храм был? Угу. Я как бы суммирую, резюмирую, я могу сказать, что Игнатий Тихонович Лапкин действительно феномен нашего времени. Человек горящий духом, человек, который нас всех встряхнул, обратил наше внимание на Слово Божие. Вот, и мы должны действительно, как путники, которых застигла жажда в пустыне, и они увидели на горизонте источник воды, устремляются к нему, преподают к нему жаждущими иссохшими устами, пьют эту воду, так и мы должны жаждущими устами души преподать к этому источнику воды живой, Слово Божие. Там, где и ориентир для нашей жизни, там, где и цель и смысл нашей жизни, все есть там. Как святитель Игнатий говорил, еще повторюсь, когда ты открываешь эту книгу вечной жизни, книгу жизни, то знаешь, что по этой книге ты будешь судим, и твоя участь будет зависеть от того, как ты будешь относиться к написанному в этой книге. И особенно Слово Божие, что его читаешь, и этот процесс чтения можно сравнить с тем, как мы углубляемся в смысл прочитанного, как мы снимаем покров за покровом и простой текст писания, а каждый раз какие-то новые нюансы открываются. Как старец Кирилл Павлов плакал, читая ежедневно Слово Божие, вот однажды спросили, что батюшка, так сказать, особенно на вас произвело впечатление, а он сказал, что вот обратите внимание, что когда Господь послал на распутье людей собирать куда, на брачный пир, он как сказал, убеди их, убеди их, это слово его поразило, глагол, убеди их, вот, так что как хозяйка берет луковицу, снимает покров за покровом, приближаясь к его сердцевине, так и мы, внов и внов обращаясь, казалось бы, уже знакомым текстом писания, то обретаем вот все больше глубинный его смысл, я когда на русском читаю священное писание, то у меня как бы перевод идет четко на церковно-славянский, вот, просто вот я сразу вспоминаю церковно-славянские тексты, у меня один к одному, особенно когда это евангельские тексты, воскресные дни, там, субботу вечером, одиннадцать евангелий, такие, которые особенно на слуху, один к одному, синхронный перевод мне идет. Еще буквально пару вопросов коротких, заметили ли вы, что Игнать Тихонович Лапкин делает из себя старца, или какого-то гуру, или начинает вокруг себя собирать людей, или он все-таки ко Христу всех направляет, потому что ему начинают сегодня завистники именно предъявлять, что он якобы собирает вокруг себя людей, а я, например, этого не заметил. Я тоже не заметил, это, может быть, там невольно как-то бывает, примесь такая примешивается, я так вот почувствовал, что для него не очень интересны там суждения кого-то, потому что он знает лучший предмет, но это объективность действительно большего знатока священного писания наверное мы не знаем среди наших современников, это объективная данность, от этого никуда не уйдешь, вот, а так любой активно действующий человек, то ли священник, то ли еще кто-то, обязательно рано или поздно ярлык гуру, вот, владостарец и так далее и так далее иногда это бывает справедливо отчасти, иногда несправедливо но варах ополчается на таких людей это неудивительно и последний вопрос наверное это почему так мало о нем говорят сегодня вообще практически нигде не услышишь вот это да я тоже об этом думал допустим возьмите сюжет какой-нибудь по телевидению о нем да какой пример а возрождение деревни как это актуально так сказать с нуля буквально пустыня пепел он возрождает родную деревню как это важно сейчас когда с карты России за последние десятилетия исчезло 30 тысяч деревень и когда у нас тысячи других деревень там единицы проживающих вот мы это знаем по Тверской области почитайте посмотрите вернее в ютубе исчезнувшая Атлантида или Тверская Атлантида там ужасающие факты на примере Тверской области это раз второе слово божие как главный ориентир как выхода из положения как путь который человека наполняет смыслом освещает ему путь вот когда уныние уже невозможно будет и неуместно потому что в свете слова божия мы имеем путь так сказать оптимальный нашего пребывания на сей грешной земле два потом работа с детьми это тоже конечно большой талант не всякому дано скажем мне вряд ли дано это вот ему это дано и он показал потрясающие примеры так сказать результативности в этом плане колоссальные примеры потом отношение к богослужению огромное значение по поводу погружательного крещения как оно должно канонически совершаться при нашем нынешнем положении в этом плане очень печальным тоже очень важно подготовка крещения тоже очень важно те кто прошел подготовку они конечно качество несравненно с теми у кого кто пришел на вопрос что нужно для крещения нужно столько-то такую-то сумму полотенца и тапочки просты вот собственно но так было особенно да распоряжение чтобы не меньше трех бесед было предварительно и то это пытается как-то обойти этим тяготятся люди да миссионерский такой запал его и это для инославных очень такой серьезный оппонент Игнатий потому что он показывает православие во всей его так сказать во всем его величии красоте духовной благолепии но в то же время вот некий вот такой скепсис в отношении церковных традиций установок все-таки это немножко меня коробило всегда вот на мне пароман вот монашеские данные при постриге он что-то на это случай там иронизирует я говорю а вот в житии преподобного такого-то было описано вот насчет этого паромана как символа Иго Христова который берет на себя новопострижные он как-то к этому скептически относится колокольный звон я ревнитель с первого дня у нас уставной звон тоже как-то к этому типа того что это не так важно вот такие вот моменты у него я бы это все старался бы как-то интегрировать в одно целое чтобы это было гармонично сочетаемо но наверное его понятие это не очень сочетается и должно быть акцент на слове божьем на таком живом богообщении я даже вот под влиянием Игнатия Тихоновича допустим был бы не против так вот теоретически если бы в сетке нашего расписания наших храмов было бы просто в сетке не в небогослужебное время как бы в сетке вот библейский такой час как бы ну скажем там после какого-нибудь молебна или акафиста библейские части действительно в сетке разбор писания и чтение писания вот в одном храме недавно мы рассказывали при входе лежит священное писание и такая значит написана значит на стене что входящий хотя бы прочитай несколько строк из этой книги вечной жизни да тоже важно тоже ценно я тут пытаюсь у себя чтобы на трапезах праздничных воскресных выступающие допустим поздравляют с праздником много поводов чтобы они апеллировали тем текстом которые висят на стенах чтобы соответственно прилагать к своему выступлению часто в общих словах чтобы было что-то из слова Божия хотя бы какая-то цитата вот это хочу это вот это внедрить иногда забываю про это но это остается поле моего зрения да понятно спасибо Христос за беседу очень назидательно Игумен Кирилл Сахаров краткая биография родился 22 октября 1957 года в городе Артемовске Луганской области 1979 году закончил исторический факультет Московского государственного педагогического института устроился на работу в сельскую школу учителем истории спустя несколько недель был вызван на разговор в Российскую академию народного образования где исповедовал свою православную веру это привело к увольнению по собственному в кавычках желанию немного пожив у родителей в октябре 1979 года поступает в число братьев Почаевской лавры откуда приходится уехать по случаю проверки монастырей перед Олимпиадой прошел послушание Почаевской лавры в качестве трапезника пономаря помощника келаря и келеника наместника по благословению архимандрита Амбросия Юрасова поступает в Московскую духовную академию по окончанию академии в 1983 году поступает в число братьев новооткрывшегося Свято-Данилово монастыря в Москве в монастыре нес послушание секретаря наместника библиотекаря летописца редактора печатного издания Даниловский листок преподавателя воскресной школы в 1985 году пострижен в монашество и рукоположен во иродиакона в 1987 году в иеромонаха митрополитом Одесским и Херсонским Сергием который управлял делами Московской Патриархии иеромонах Кирилл около года был его референтом в 1989 году закончил аспирантуру в 1991 году избран заместителем отца Иоанна Экономцева председателя союза православных братств а затем заменил его на этом посту и в этом качестве был три срока с 1991 года настоятель церкви в честь святителя Николы на Берсеневке в городе Москве автор воспоминаний в трех книгах и многочисленных статей опубликованных в большинстве своем на сайте русской народной линии в 1993 году был возведен сам игумен вы такой необидчивый человек как мне Игнат Тихонович сказал все принимаете и действительно я вижу что в простоте так разговариваете но это потом если что можно можно оставить это такие бывают пост вещи посткриптум которые тоже интересны в этом плане могу привести пример был праздник престольный преподобного Феодосия у нас во вторник и впервые был благочинный мы немножко волновались потому что новый благочинный у нас по старому чину службы он очень ко всему лояльно отнесся вот и по своей делегатности он не сказал мне лично но второму священнику сказал что вот я вздрогнул когда во время веры делали колебательные движения над чашей дискосом символ землетрясения бывший момент погребения Христа и у вас значит сверху такая лента пришита лента для чего для того чтобы выходя на великий вход в конце Херувимской священник или диакон это большой плат воздух он не сюда как правило бывает у нас по новому чину по обычному так вот подвертывают чтобы он держался а он на ленте держится и что особенно на соборной службе когда не один священник служит то лента сплошная и можно как-то задеть чашу я потом еще справки наводил что действительно лента завязывается она не сплошная и второй момент то что чаша там у нас уже немножко деформировалась там какие-то процессы окисления я как-то к этому всегда относился как отец мой второй священник говорит отец Кирилл больше другим помогает чем себе так он сказал да и я тут же вечером даю смс благочинному благодарю за замечание отдал распоряжение резничему все ленты разрезать чтобы они завязывались и так же чтобы приступили к приобретению чаш ну благочинный там тоже как-то отреагировал я не понимаю когда слишком обижаются на замечание вот да бывает когда это бывает момент неподходящий там не в настроении там или несколько искушений сходятся в одной точке тогда или они тем более когда они бывают неожиданными то бывает взрыв в тебя происходит а так это нормальное явление вот нормальное явление которое часто дает толчок со стороны бывает виднее ты привык по накатанной дорожке а что ты упускаешь со стороны свежим глазом что-то заметно я всегда к этому внимательно отношусь не отмахиваясь слава христу обличи мудрого и он тебя возлюбит написано нормально да а у вас кстати говоря символ веры Игнать Тихонович бога истинного у них читается у вас читается бога истинного и в духа святого господа истинного и животворящего естественно у нас служба один к тому как у старобряцев со всеми особенностями в том числе что касаемо символа веры он прислал мне недавно он каждый день если вы в скайп добавитесь я вам там могу наладить или кого-то попросите каждый день материалы присылает и он прислал символ веры и места писания напротив каждого слова 240 мест писания выбрал я сейчас готовлю файл как это важно я готовлю файл полностью эти места писания прям полностью вставляю туда в этот файл подтверждающие старую редакцию подтверждающие в принципе символ веры что это такое на чем он основан на Библии в целом видите Бога истина от Бога истина отец сын да а почему атрибут истинности прилагательное лишен Дух Святый Третий ипоста Святой Троицы вопрос на каком основании представьте себе реакцию наших предков на такое на такое дело не удивительно что была очень болезненная реакция конечно ну там и про это тоже написано рожденно а не сотворенно акцентируется это против орианской ереси а не сотворенно не сливается рожденно не сотворенно и вот он каждый день Игнат Тихонович присылает материалы про колдовство про это про это один раз даже про колдовство он прислал он говорит я так разложил прям сатану на лопатку грубо говоря вообще он говорит все его эти ходы-выходы и после этого Господь говорит мне попустил напал на меня кровь говорит уже там идет не прекращается 15 дней что-то там шов какой-то разошелся а он говорит а я благодарю Бога только за это Господи благодарю тебя а этот и этот бежит говорит в ужасе от меня рогатый потому что ему-то это нетерпимо когда ты за искушение благодаришь он терпеть не может говорит этого вот недавно мы разговаривали и он каждый день материалы посылает и вам бы тоже он направлял но по посоветинам на скайп так если записать бы с вами катехизис может быть какой-то некое подобие да ваш опыт именно в дальнейшем я мог бы приезжать также вы бы какую-то тему готовили и мы могли бы это записывать некий катехизис сделать если пожелаете конечно можно ну можно было бы такие темы предложить вам вот на основании скажем первой книги воспоминаний община церковно в современных условиях вот вот глава сама за себя говорит прощание с крестьянской уходящей Русью Украина Сербия глобализация старообрядцы вот эта тематика первой части очень хорошо я вот на входе видел там статья ваша распечатана Украина что какая стена или как-то так называется и сорвана почему между нами стена да и сорвана со стенда то есть начало есть а дальше все со стенда сорвано прямо вместе с карманами неудивительно что тема очень болезненная и как много духовенцев с Украины служат в России даже тут уже их дети переженились вот один священник из Веницы говорит вот ваши на нас напали а он служил в России очень долгое время ваши на нас напали да вот так кстати тоже вот такая болезненная острая тема есть много среди онарсильского так я предпочитаю эту терминологию духовенца достойных людей в том числе моих друзей но менталитет существенно отличается как один священник Киев-Леонин говорил великоросс русский будет молиться созерцать а хохол будет действовать добывать так сказать строить такая разница понятно Игнать Тихонович тоже на эту тему он там молитва за грехи русского народа у него есть очень покаянная и молитва за грехи украинского народа и у нас вот в содружестве в скайпе там много из Украины людей и это нам не мешает мы соединены во Христе мы в этих делах мы не участвуем мы не совершенно отношения не нарушились никак у нас недавно мне поразил такой пассаж в одной статье а именно 80-е годы 16-го века Воронеж был основан и вскоре через 2-3 года подступает к этому городку Воронежу казачья рать Черкасов как тогда украинцев называли вот мы так сказать крестное целование царю хотим служить ему вместе бороться с татарами да и так далее и так далее пустили в городок накормили напоили а ночью они всех перерезали добычу забрали и были таковы это к вопросу о том что единый народ вот на самом деле специалисты говорят что все более сложно чем так так нельзя однозначно говорить все очень сложно много разницы в менталитете а потом вот в свете ратования Игнатия Тихоновича по поводу крещения полным погружением если Малороссия столетиями там было преобладание почти стопроцентное обливание окропления то как вы думаете накапливается негативный такой в духовном плане материал вот накапливается 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 а потом мы удивляемся а почему они пляшут в храме а почему они там изгоняют из нашего главы государства там беса где-то в Трусковце униатском храме и прочее почему такое язвичество там махровым цветом расцветает но это отдельно большая интересная тема кстати говоря я этим много интересовался читал у меня свой взгляд на это по этой проблеме я бы и про дом Романовых с вами поговорил как-то потому что есть царебожники так называемые это тоже отдельная вообще большая такая тема когда вместо Христа царя Николая ставят что он наш искупитель и все прочее с ними сталкиваешься они сейчас особенно на этой волне патриотизма пытаются быть полезными как могут при этом совершенно евангельского ничего там не видно к сожалению вот это вообще как страшное какое-то явление священство тоже есть которое склонно туда в эту сторону какая-то должна же грань стоять есть святые предположим даже канонизация кстати Игнать Тихонович говорит это же не по Писанию не судите никак прежде времени доколе не придет Христос поэтому мы можем подражать им добрым а говорить что они сто процентов будут там или там он говорит это по Писанию никак невозможно заранее тоже такая он тоже поднимает это для рассуждения например мне ничто не мешает молиться канонизированным и даже не канонизированным но как я вижу праведной жизни людям уповая на то что они пред престолом Божиим у меня нету каких-то там а если он например не там я думаю господи прости меня если если так но не подражаю людям которые например грешили ссылаются на какой-то на какого-то отца который канонизирован а явно против евангелия что-то бывает такое или высказывание неоднозначное они говорят вот он сказал это мы теперь вот так все делаем и ну говоришь ну с евангелем то не совпадает но он же канонизированный говорят но главный критерий безусловно священное Писание так же как мы говорим что духовник не может что-то говорить советовать приказывать то что расходится со словом Божиим так и здесь вот есть же иерархия так сказать авторитетов ценностей и священное Писание несомненно это высший авторитет и мы на все смотрим в свете Слова Божия это безусловно ну спаси Христос Отец отпускаю вас хорошо побеседовали да спаси Христос сейчас засниму немножко у вас обстановку да так скайп за вами да а если вы сейчас у вас есть время я могу прямо сейчас установить да вот напротив там напротив интернет потому что каждый день материалы сейчас я вас там освобожу от этих так что он не угасает да нет это мне недавно патриар сказал в храме Христа когда мы поздравляли с Рождеством его не зачахли ты брат мой что-то тебя не видно и не слышно я так удивился через день статьи появляется на русско-народной линии а у него там такая служба мощная аналитическая она все там отслеживает каждый чих а может может быть ему не дают отчет стали не знал вверх там все четко четко может быть где-то даже с вами сфотографироваться встать на память я надеюсь конечно еще приехать но так уж пожалуйста вообще-то участок у меня действительно слабо разработан видео ютуб много было контактов со старобрядчеством но снятие тех клятв которые произошли в 71 году на поместном соборе они не повлекли за собой объединение со старобрядчеством потому что чем дольше продолжается раскол тем труднее преодолеть его последствия и эта рана которая которую мы носим на теле русской православной церкви нашего народа она кровоточит и сегодня потому что старобрядцы это плоть от плоти и кровь от крови нашего народа и с луна и луна луна Субтитры создавал DimaTorzok